Zowie EC3C, по моему мнению, одна из лучших мышей 2021 года. Мало того, я считаю, что вся серия C это лучшее, что Zowie делали, наверное, за все время своего существования. Почему? Да потому что Zowie наконец-то начали делать современные мышки. Все те вещи, которые их конкуренты делают уже два года, показал два года, два года, Zowie наконец-то реализовали в серии C. И это, конечно же, мягкий провод и малый вес. Вплоть до конца 2021 года Zowie совершенно не спешили обновлять свои мыши. И вот теперь с выходом серии C эту мышку мало в чем можно упрекнуть. Но все-таки можно. Окей, EC3 самая маленькая мышь из всей линейки, и до нее у Zowie не было такой модели. Только EC1 и EC2. Первая самая большая, вторая поменьше, а EC3 еще меньше. То есть ее вполне можно считать мини-версией, которые в последнее время так популярны. Однако лично для меня она совсем не ощущается как мини-мышь. Если какой-нибудь Desader Mini или Viper Mini так и чувствуется, что это мини-версия своих старших сестер, то EC3 вообще не кажется маленькой. Да, она, конечно же, небольшая, но чтобы сказать про нее мини, это только в случае прямого сравнения с EC1. У меня ладонь где-то 18,5 см, мне эта мышь отлично подходит. Так что если вы переживаете насчет размеров, то все должно быть окей. Но лучше, конечно, попробовать сначала где-то в магазине. Возможно, я просто привык играть на Vaxi, которая по размерам даже немножечко меньше. Кстати, если хотите сравнения Vaxi Outset AX и EC3C, пишите в комментариях. А лучше жмите лайк на видео. Если, конечно, до сих пор Prefire'ом его не поставили. Форму уже можно назвать классической. Она одна из самых известных и узнаваемых, но самое главное, одна из самых удобных. Даже несмотря на то, что она меньше, чем EC2, с которой я обычно сталкивался, мне все равно удобно держать ее ладонным хватом. Можно и пальцевым, и когтем. Форма настолько универсальная, что подойдет всем. Плюс к тому, что EC3C самая маленькая в своей линейке, она еще и самая легкая. Если EC1 весит 80 граммов, а EC2 73, то EC3 весит 70 граммов. Кстати, если вдруг вам не зайдет размер этой мыши, присмотритесь к EC2, потому что разница в 3 грамма, не думаю, что будет сильно ощущаться. Традиционно со сборкой все отлично. Мышь не скрипит, не хрустит, внутри ничего не болтается, при нажатии на боковые панели кнопки не срабатывают. И если очень сильно надавить, то бока, конечно, прогнутся. Но это надо реально сильно жать, и никто так делать, конечно же, не будет. Ну, просто незачем. Снижение веса удалось добиться за счет того, что конструкция в виде сот здесь все же присутствует. Каркас облегчили. Однако для того, чтобы сборка была надежной и дизайн был без отверстий, все это осталось внутри. А снаружи мышь выглядит как обычная зови. Покрытие приятное и какое-то вязкое. Так что даже мокрая рука по спинке или бокам не скользит. И это очень хорошо работает, если ладони потеют. Как оно поведет себя в будущем, будет ли стираться, не знаю. Для этого нужно хотя бы полгода активного ежедневного использования. А у меня мышь меньше двух месяцев. Кнопки не болтаются, в силу конструкции у них есть сайт-тревел, но ходят по сторонам кнопки очень неохотно, и нужно специально пальцами елозить туда-сюда, чтобы этого добиться. Так что в игре он не проявляется. Также есть минимальный пред-тревел, но вы его вряд ли заметите. Переключатели Хуану на 50 миллионов нажатий. Клик, как всегда, в меру тугой, пружинищий, но мне нравится. Однако, если вы будете сильно бить по кнопке, то она будет стучать по корпусу. Если вам это мешает, задумайтесь о другой мыши. Но сразу говорю, что тут надо действительно сильно бить. Могу показать, как это происходит в замедленном варианте. Мне это не мешает, я обычно в наушниках, да и вообще не сильно обращаю на такое внимание. Однако, даже если вы будете не так сильно бить, звук все равно будет громким. Даже если кнопка не будет биться об корпус. Ну, короче, послушайте. Боковые кнопки стали намного лучше. Если раньше у них был серьезный пре и пост-тревел, то теперь он заметно уменьшился. Так что его даже не замечаешь. Само нажатие стало короче и отзывчивее. Так что тут зови просто молодцы. Колесико 24-позиционное. Нажимается довольно туго. Даже слишком туго. То есть метки, например, в том же Counter-Strike ставить вообще неудобно. Звук прокрутки довольно громкий. Но я такое люблю. Хотя сам звук лишился какой-то благородности, знаете. Короче, раньше было лучше. Отсечки четкие, но тут тоже все как будто для меня сделано. Сенсор PixArt 3360. И я как-то говорил, что во времена, когда уже у всех 3389, 3370, 3390, 3391 и так далее, Zowie продолжают ставить 3360. Однако, если подумать, это все еще отличный сенсор, который не срывает. Так что пользователю, которым нужен четкий и надежный сенсор, по сути, не важно, какие там цифры в названии, потому что все работает как надо. Да, скоростью 3360 меньше, чем у того же 3389. Но ее достаточно, чтобы при резких движениях он не срывал. Так что не думаю, что вы почувствуете разницу. В целом, мышь в играх показывала себя великолепно. И играя на ней, вы чувствуете, что в руках надежный и точный инструмент. Поэтому для любых киберспортивных шутеров, не говоря уже о казуальных, эта мышь великолепно подходит и в надежности сенсора можете не сомневаться. Очень порадовал меня провод, потому что наконец-то Zowie поставили паракорд. Притом агрессивно направили его вверх, чтобы и мысли у него не было даже тереться об ковер. Мягкий и послушный провод, спасибо Zowie, давно пора было это сделать. А вот ножки остались без изменений, разве что по ощущениям стали тоньше. В целом, скольжение меня устраивает, но не устраивает меня то, что ножки из 100% тефлона продаются отдельно. Отдельно, Карл! При цене мышки в 100 долларов ножки из PTFE продаются отдельно. Нет, вы не подумайте, в комплекте есть запасные ножки, все нормально, но они тоже черные. То есть есть мышки, которые стоят намного дешевле, чем в Zowie, и они уже по дефолту идут с PTFE ножками. Но Zowie, наверное, решили, что это уже перебор. Типа мы и так сделали вам геймеры одолжение, снизили вес, сделали нормальный провод. Ножки, которые стоят по дефолту еще и с PTFE, но это уже как-то слишком, наверное. Поэтому будем продавать их отдельно. В общем, максимально непонятный ход для меня. Софта традиционно у мышки нет, и традиционно для меня это совсем не минус. Потому что я ненавижу дополнительный софт. Особенно я ненавижу софт Razer и Asus. Это просто какой-то отдельный вид боли. Так что то, что здесь все настраивается кнопками, лично для меня реально плюс. Для DPI и герцовки есть отдельные кнопки на дне мыши. А вот для того, чтобы уменьшить высоту отрыва, нужно отключить мышь и подключить, одновременно зажав кнопку назад и левую кнопку мышки. Чтобы поставить среднюю высоту отрыва, отключите и подключите, зажав боковую вперед и левую кнопку мышки. А максимальную высоту отрыва отключите и подключите, зажав назад и левую кнопку мышки плюс правую кнопку мышки. Насколько я понял, минимальная высота отрыва здесь где-то 1 мм, потому что на одном DVD диске мышь уже ездит ну так себе. Средняя это 1,2 мм, как раз высота одного диска. А высокая, черт его знает, на двух дисках уже не работает. Думаю, где-то 1,5 мм, может быть 1,7 мм. Сами Zowie такой инфы не дают. Также можно изменить время отклика кнопок. 4 мс отключаете, зажимаете боковую назад и подключаете. 8 мс, это стоит по дефолту, отключаете, зажимаете боковую вперед и подключаете. И вот эти вот все отключения и подключения лично мне кажутся не очень удобными и лишними, потому что, например, в мышках X3 5 все это делается простым зажатием комбинации клавиш, и мне кажется, это намного удобнее ничего подключать и отключать не нужно. Здесь реализовали так, ну не знаю, лучше бы сделали как у X3 5. Итак, если говорить о том, что мне здесь не зашло, то в этой мышке мне не нравится слишком тугое нажатие колесика, потому что вот реально ставить метки в той же контре, ну это прям вот по-любому у вас прокрутится колесико, и, короче, это вообще неудобно, лучше даже не езать это. Также ножки, здесь не стопроцентного тефлона, ну ребят, ну имейте совесть, мышка стоит 100 долларов, за эти деньги можно купить беспроводную мышку с такими же характеристиками, и у нее будут ножки стопроцентного тефлона. Блин, мышки дешевле идут с ножками стопроцентного тефлона, а вы ставите вот это, но это просто стыдно, это не то, что стыдно, это не солидно, просто для такой компании как ZOVI вы просто обязаны сделать нормальные ноги сюда. Пожалуйста, в следующих ревизиях сделайте, пожалуйста, хорошо. Также мне не нравится то, что здесь при настройке мыши нужно ее постоянно отключать, переподключать, ну это в принципе мелочь, потому что один раз настроил и все, но все равно в других мышках это реализовано лучше. Ну и отсутствие софта, как по мне, это не минус, но для многих может быть минус, поэтому вставим его сюда, сомнительные минусы, я бы так сказал. А вот плюсов здесь, на мой взгляд, намного больше. Это в первую очередь форма, конечно, одна из лучших в мире. Мышь нереально удобная, ей просто приятно пользоваться. Любым хватом просто берете, мышка как влетая сидит в руке, но это отлично, это просто легендарная форма, тут даже в принципе распинаться нечего. Также здесь очень удобное, классное 24-позиционное колесо с оптическим энкодером, он очень долговечный, вам не должно вообще никаких проблем доставлять это колесико, здесь все должно быть окей. Дальше, здесь наконец-то уменьшенный вес, здесь наконец-то мягкий провод, здесь наконец-то улучшенное нажатие боковых кнопок, здесь топовый сенсор, он в принципе ладно, уже по характеристикам может не самый топовый, но очень хороший, надежный, но это в принципе было всегда. В целом мышка очень годная и для Зови, консервативных Зови, которые очень неохотно и медленно вносят изменения в свои мыши, это не просто какой-то шаг вперед, это какой-то полет в космос. Так что теперь это не просто удобная и надежная киберспортивная мышь, а еще и современная, с чем я Зови, конечно же, и поздравляю. Но ножки сделайте. Субтитры подогнал «Симон»!